Музыка Хочу, чтобы мы были в деревне, чтобы у нас были свои животные, и чтобы мы там жили дружно. А что нужно для того, чтобы жили дружно? Чтобы была целая семья. В детство Галины Белеевой чередовалось между отцовским домом и школой-интернатом, когда родители в очередной раз сажали за решетку. Девочке, которую никто не любил, очень хотелось любви и тепла. При первой же возможности вышла замуж, родила детей, думала, будет не так, как у родителей. В принципе, мы с мужем разошлись из-за моего отца. То, что мой отец постоянно сидел и как бы заставлял его делать так, как он со своими женщинами делает. У меня мачех было 12 с мамой или без мамы, я уж не помню, короче. И всех заставлял меня мамой, чтобы мамами называть. В память о мужу у Галины осталась покалеченная рука, которая почти не действует, и подорванное здоровье. Но она была почти счастлива, ведь с ней остались дети – две девочки и мальчик. Только радовались недолго. Когда Максиму исполнилось 4 года, он вдруг перестал расти и набирать вес. Еще через год поставили диагноз – сколиоз четвертой степени. Галина бросилась к ортопеду. Я ему объяснила ситуацию, он мне говорит, хотите ребенка потерять? Выгод его потерять, если вовремя не сделать операцию. Болезнь развивалась стремительно. Ребра зажали легкое. Мальчик с трудом дышал и таял на глазах. Отчаяние матери не имело границ. Без работы, жилья, с тремя детьми на руках. Помощь пришла со стороны благотворительного фонда. Они собрали деньги, и Галина поехала в Новосибирск, где Максима прооперировали. Врачи боялись, что у него откажут ноги таким, он был слабеньким и худым. Он действительно долго не вставал после операции. Посмотри, цифра 3, и посчитай, сколько здесь пистолетов? 4. 4. Какая цифра больше? 3 или 4? 4. 4. Сегодня Галину с детьми приютила подруга, у которой своих двое. В однокомнатной квартире всемиром ютятся как могут. Урывками, между приступами нездоровья Галина пытается работать. Надо растить детей. Главная забота, конечно, Максим. Чуть маленько шел, покраснел, я уже бегу, я уже боюсь, я не знаю, что. У него же как бы конструкция во всю, во весь позвоночник стоит. Малейшее резкое движение, я уже боюсь, ему на спине спать нельзя. Считай, вот сейчас вот у меня то я, ну я в основном с ним сплю, как бы переворачиваю его. Сейчас вот Света, допустим, встает, ага, Галь, Максим, перевернись. Или перевернись. Или Лера встает, Максим, перевернись. Уже боимся как-то. Максим так и не начал прибавлять в весе, все время требуются новые лекарства. В течение ближайших шести лет им с мамой нужно каждый год ездить в Новосибирск на повторные операции, иначе позвоночник не выправить. Галина не может оформить мальчику инвалидность из-за проблем с регистрацией, жилья-то ведь нет, поэтому нет и положенной ребенку пенсии. О том, чтобы отдать детей государству хотя бы на время, она и слышать не хочет. Они – ее боль, счастье и смысл жизни. Я не хочу такого, чтобы вот мои дети вот так вот видели вот это все, что я видела. Что я не нужна никому, но они знают, что у них есть мама. Какая бы я ни была, но я мама. Выкручиваюсь, не выкручиваюсь, но я их не бросаю и не брошу. Как может, Галине помогает ее старшая дочь Лера. Но без денег, без помощи со стороны пока им не справиться. А ведь мечта о семье была так близко, у них почти получилось. Любовь – это когда, ну, всегда любишь своих детей. Больше не знаю. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну и как у тебя? Получается? Да А как барабан звучит? Какие звуки? Бум, пам, 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 пам Так барабан, да? Да Семилетний Гордей очень худенький, но зато живой и стремительный Усадить его на место можно только дав карандаши и альбом Рисовать он очень любит Что бы он ни делал, это составляет один из этапов его подготовки ко взрослой жизни Уже сегодня он предпочитает, чтобы его называли по отчеству Ему так нравится, я, говорит, большой когда вырасту, буду солдатами Меня будут все называть Петровичем Вот я теперь стараюсь ему слушаться Вот он говорит, Петрович будет большой, и я так стараюсь ему говорить В маленькой голове Гордея уже заложена мысль, что мальчик должен служить в армии И не просто служить, а быть образцово-показательным солдатом В это понятие входит много составляющих, и одна из них – аккуратность Гордей не терпит грязной одежды, постоянно просит воспитателей поменять ему белье и полотенце Потом он любит купаться, чтобы у него ручки всегда чистые были Я, говорит, большой выраст, у меня ручки должны быть чистые Вот тоже это Когда спад ложится, он старается, чтобы отделка у него всегда аккуратненько была Есть самая любимая машина? Да Какая? Какая? Большая и водка Вот, без оба И не ручка И не ручка Гордей – личность многогранная При всем своем стремлении стать бравым солдатом он прекрасно умеет хитрить Во время обеда найдет массу способов протянуть время, чтобы не есть суп, но не любит он первое Зато второго может съесть две порции, а из компота только ягоды Ко всем хитрым ходам своего подопечного взрослые относятся симпатией Вот мне с Петровичем что нравится Вот думаю, ну сейчас буду ругаться с ним Я хороший, я вырасту большой, я все буду И вот я сразу все опять забываю, что хотел отругать его Вот мы легли, там двое-трое успели подушку бросить А он уже, смотрю, одеялку поправляет Опять хорошо Вот это же тоже хорошее качество Уронили мишку на пол, отравали мишку в лапу Сурану его не брошу, потому что он хороший Гордей абсолютно открытый ребенок Он очень любит общаться Он добрый и ласковый В детском доме считают, что его профессия будет обязательно связана с детьми Либо воспитателем станет, либо учителем Есть у него такое редкое достоинство, как чуткое сердце Но такие сердца часто замерзают в одиночестве Мальчишке всегда так отчаянно хочется Мечты исполнения, идущие от сердца Есть верное средство от мук одиночества Большая семья, обретенное детство Мечты исполнения, идущие от мук одиночества Мечты исполнения, идущие от мук одиночества